Здравствуйте, мои дорогие ученики! Сегодня на уроке мы узнаем, что такое план местности, условные знаки, горизонт, азимут. Научимся определять азимут. Повторим, какие существуют способы ориентирования на местности. Научимся пользоваться компасом. Сегодня я предлагаю небольшое путешествие, ведь путешествие один из самых увлекательных способов изучения окружающего мира. Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для того, чтобы успешно путешествовать, а порой и просто выжить, необходимо уметь ориентироваться в незнакомой местности. Нужно продумать маршрут. Маршрут – это замысел путешествия, то есть путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических объектов. Например, куда отправиться, где лучше сделать привал для отдыха, посмотреть природные памятники и благополучно вернуться обратно. Но перед тем, как отправиться в поход, необходимо также продумать, какое снаряжение, какую одежду взять и, возможно, подготовиться к переходу реки, оврага или других объектов. Ребята, откуда вы сможете получить информацию о районе похода? Давайте рассмотрим, какие виды существуют изображения земной поверхности. При изучении географии используется фотоизображение поверхности Земли из космоса со спутников. Аэрофотосъемка – это получение изображения земной поверхности при фотографирования слетающего аппарата. Можно использовать географические карты и глобус, на которых мы сможем с вами увидеть всю поверхность Земли. А небольшой участок территории можно увидеть на плане местности с условными обозначениями, а также можно нарисовать или сфотографировать местность. Что лучше взять для путешествия? Рисунок, фотографию, аэрофотоснимок или план местности? Давайте сравним, при каком виде изображения местности географические объекты легко узнать. Легко можно узнать на фотографии, на рисунке. Обратите внимание на план местности и аэрофотоснимок. Изображены ли на плане предметы местности, которые не видны на аэрофотоснимке? Какие это предметы? На аэрофотоснимке мы не можем увидеть все предметы, изображенные на плане местности. Например, какой лес? Лиственный и растет в нем ольха. По какому из этих изображений можно узнать название села, реки, в лесу порода деревьев, По плану местности. Какое из изображений дает больше сведений и удобнее для изучения и использования местности во время похода? План местности. Мы видим, что на рисунке и фотографии не видно, какие размеры и формы имеет участок. Ближние предметы заслоняют те, что находятся дальше. Они дают реальное изображение местности, такой, какая она есть, а план дает изображение сверху. Отличие аэрофотоснимка и плана местности в том, что объекты на аэрофотоснимке более точные, а вот узнать подробную информацию об объектах нам дает план местности. Название направления сторон горизонта, расстояния, название населенного пункта, состав леса, название реки и другие предметы. Почему именно план местности? Потому что на плане местности можно увидеть более подробную информацию, удобную для использования изучения района, где будет проходить маршрут похода или путешествия, если знать, что означают квадратики, линии, кружочки, точки. План местности необходим не только для путешествия, но и для любой хозяйственной деятельности. Строители, геологи, военные, инженеры и труженики сельского хозяйства также пользуются планом местности. Мы с вами тоже знаем, что в любых зданиях есть план эвакуации. При чрезвычайных ситуациях план помогает спасти жизни. Существуют правила построения плана местности. Изображение местности на плане имеет вид сверху. Вид сверху позволяет составить самое точное представление о взаимном расположении объектов, их форме и площади, положении относительно сторон горизонта, а также о расстоянии между ними. Этим план похож с аэрофотоснимком. Все объекты на плане, как на глобусе, изображены в уменьшенном виде или, как говорят, в масштабе. Это значит, что все расстояния на плане уменьшены в строго определенное количество раз по сравнению с теми расстояниями на местности. Объекты на плане изображаются с помощью условных знаков. Картографами разработана единая наглядная система условных знаков, которые пользуются при составлении плана. Обычно план строится таким образом, что его верхний край северный, нижний – южный, а правый – восточный и левый – западный. Благодаря этому свойству плана его удобно использовать для ориентирования местности. Ребята, а вы знаете, для того, чтобы работать с планом местности или картой, нужно уметь ее читать. Нельзя читать, не зная азбуки. Азбукой карты являются условные знаки. Условные знаки – это специальные графические символы, применяемые для изображения географических объектов на планах и картах. Древние картографы стремились передать с помощью знаков индивидуальные особенности объектов. Города изображали в виде стен и башен, леса – рисунками деревьев, а вместо названий городов наносили флаги с изображением гербов или портретов правителей. Современные картографы используют различные условные знаки. Они одинаковы для всех стран мира. Требования к изображению условных знаков – простота, непохожесть друг на друга, отдаленное сходство с изображаемым предметом, аккуратность вычерчивания. Их можно разделить на группы. Это внемасштабные или точечные знаки, с помощью которых принято показывать отдельные объекты местности – мельница, колодцы, школа, памятник, электростанция, породы деревьев и другие. Линиями на плане изображаются дороги, тропы, реки и ручьи, линии, электропередач и прочие протяженные объекты. Даже фон плана – это тоже условные знаки, которые показывают, чем занята местность. Лесами, пашнями, огородами, болотами, озерами и другие. С помощью условных знаков и подписей на плане часто показывают справочную информацию, название населенных пунктов и направления, скорость течения рек, отметки высот и глубин. Поэтому план содержит гораздо больше данных, чем другие виды изображения местности. Все условные знаки приводятся в легенде. Легенда – это пояснение к принятым на плане условным обозначениям. А теперь, ребята, давайте с вами дадим определение, что такое план местности. План местности – это чертеж, который изображает земную поверхность сверху, в уменьшенном виде и с помощью условных знаков. Ребята, а теперь отгадайте загадку. Он и летом, и зимой, между небом и землей. Хоть всю жизнь к нему иди, он все будет впереди. Конечно, все догадались. Это горизонт. Из курса естествознания вы уже знаете, что такое горизонт. А линия горизонта – это граница горизонта, где небо как бы сходится с земной поверхностью. Горизонт – это земная поверхность, которую мы видим вокруг себя. Какие вы знаете стороны горизонта? В географии выделяют четыре основных сторон горизонта, или сторон света. Север, юг, запад, восток. Направление север-юг определяется полюсами Земли. Запад-восток – вращением планеты вокруг своей оси. На схемах их записывают одной буквой. При этом север-эс показывают вверху, юг-юг внизу, запад-з-слева, восток-в-справа. Кроме основных, есть промежуточные стороны горизонта. Промежуточные стороны горизонта находятся между основными. Их отмечают двумя буквами, обозначающими стороны горизонта, между которыми они находятся. Например, северо-запад находится между направлениями на север и запад. Северо-восток находится между направлением на север и восток. А также существует юго-западное и юго-восточное направления. Если нужное направление не совпадает с основными и не с промежуточными сторонами горизонта, то его обозначают тремя буквами. Северо-северо-восток. Сначала пишут букву соседней основной стороны, потом промежуточной. Далее восток-северо-восток, восток-юго-восток, юго-юго-восток. Юго-юго-запад. Запад-юго-запад. Запад-северо-запад. Север-северо-запад. Умеете ли вы ориентироваться на местности? В ориентировании необходимо определить направление сторон горизонта от того места, где мы находимся. Для ориентирования по звездам в северном полушарии необходимо помнить, что самым главным ориентиром на ночном небе является полярная звезда. Чтобы ее найти, надо знать несколько созвездий. Одно из созвездий называется Большая Медведица. Соединяя последние две звезды одной линии, то она укажет на полярную звезду, которая является одной из ярких звезд. Созвездие Малой Медведицы. Она единственная не меняет свое местоположение на небе. Можно ориентироваться и по местным признакам. Из многолетних наблюдений установлено, что кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной. Мох или шайник покрывают стволы деревьев и камни с северной стороны. Муравейники располагаются с южной стороны пней и деревьев, также кустов. На хвойных деревьях смола накапливается с южной стороны. К постройкам, которые строго ориентированы по сторонам горизонта, относятся церкви и мечети. Чтобы сориентироваться по солнцу в северном полушарии, нужно в полдень встать спиной к солнцу. Спереди будет север, справа восток, а слева запад. У одиноко стоящего дерева с южной стороны ветви растут быстрее. Зимой у южной стороны пней снег оттаивает быстрее. По годовым кольцам на пнях деревьев шире с южной стороны. Итак, ориентироваться на местности означает уметь определять свое местонахождение, а также то, в каком направлении и на каком расстоянии от вас находятся различные объекты. Но точно сориентироваться нам помогают приборы, самым древним из которых является компас. Компас – это устройство, облегчающее ориентирование на местности. Существует три вида – магнитный, гирокомпас и электронный. Ребята, чтобы правильно пользоваться компасом, надо следовать определенным правилам. Положите его на ладонь или другую горизонтальную поверхность. Отпустите тормоз и через несколько секунд стрелка установится. Поворачивайте компас, не отрывая его от поверхности, до тех пор, пока стрелка или синий конец стрелки не совместится с отметкой «Север» на его шкале. Эта отметка соответствует нулевому делению. Теперь по шкале компаса вы сможете определить угол между направлением на север и направлением на любой объект местности, который называется азимутом. Значит, каждая сторона горизонта имеет не только свое название, но и цифровое значение, и измеряется она в градусах. Ребята, давайте посмотрим на порядок определения азимута с помощью компаса. Величину азимута выражают в градусах и отсчитывают от севера по часовой стрелке в направлении на предмет. Если нет под рукой компаса, то азимут определяют транспортиром. Только используют его не на местности, как компас, а на карте. Попробуем определить азимут дома, колодца, мельницы и дерева. Ребята, давайте еще раз вспомним, что такое азимут. Это угол между направлением на север и на какой-нибудь предмет. Следовательно, азимут на дом 40 градусов, на колодец 140 градусов. Точно так же отсчитываем с севера на мельницу 220 градусов и на дерево 320 градусов. Как узнать направление на плане? На планах направление на север и юг обозначают стрелкой. Зная направление на север, можно легко сориентироваться и найти все другие стороны. Посмотрите на план. Поселок вытянут с запада на восток. Река быстрая течет с севера на юго-восток. Ребята, умение ориентироваться на местности и на плане, умение работать с компасом и определять азимут помогут вам найти дорогу, если вы вдруг заблудились. А теперь выполним задание. Надо условные знаки заменить на слова. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Наш путь шел от станции по грунтовой дороге до металлического моста через реку. Затем мы двигались по лугу вдоль болота кустарникам. К вечеру мы вошли в смешанный лес, прошли два километра по тропинке и у домика лесника сделали привал. Наше путешествие по плану местности завершилось. Всего вам доброго. До свидания, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова